К творческому признанию со стороны города Жанна Зудракс шла всю жизнь. Написала более трёх тысяч произведений, стихи для детей и взрослых, разного жанра и тематики, а также прозу и загадки. Самые любимые дарят. Врачам, которые жизнь мне спасают. Жанна Зудракс на инвалидности. Именно творчество помогло найти ей себя в этой новой реальности. Творчество и волонтёрство. Она выступает со своими стихами перед городскими обществами и клубами, дружит со школами и садами. Серьёзно начала писать с 2012 года. Лет в 17 я обратилась в одно издательство и ко мне так с прохладцей отнеслись. И я как бы половину своих произведений просто уничтожила. И когда пошла на инвалидность, ну не сразу, а года через два, решила для своих внуков память оставить и перепечатать. То, что хотя бы у меня есть. Когда начала печатать, что-то это так я увлеклась, что за год напечатала более тысячи произведений. Ну и вот так я поняла, что через инвалидность меня Бог опять привёл на эту тропу, чтобы я писала и стихи, и прозу. У Жанны Зудракс есть свой канал на Ютубе. Там она выкладывает поэтические странички, которые выходят на нашем канале. Делает видеоролики и сама, в основном об ушедших знаменитостях. Призовые места занимает и на стихотворных порталах. Причал, стихи.ру. Здесь несколько лет подряд. Её номинировали на нацпремию и другие. Например, на Парнасе любит Супер Блиц. Конкурсная тренировка стихосложения. И надо буквально за час написать, там по 20 минут даётся произведение, потом напечатать его туда, отослать. То есть вот на всё про всё. Это экспромты. Заданные темы дают, заданные строки. И вот рождается, вот, то есть вот надо, оно и надо. А бывает просто приходит быстро-быстро, даже сама удивляешься. У меня таких стихов достаточно, я даже не знаю как. А есть вот по заказу, то есть вот так вот. Ну опять же, заказ с заказом, а то, что в тебе внутри, ну то и выплёскивается на бумагу. В начале творческой деятельности вступила в литературное объединение «Ключ». Затем в Содружество творческих сил. Там она зампредседателя. В проекте было напечатать 30 сборников своих произведений, но смогла реализовать лишь 6. Плюс 4 брошюры. Книги – это дорого, но сборники Жанны Игоревны несут добро. Я выступала и в школах, и в садах. Это как бы я несла и нравственность, и доброту, чтобы дети были добрее, чтобы не обижали более младших. У меня на этой стихии есть. Вот, чтобы, ну короче, чтобы мир стал добрее. Ну а сейчас самое главное, чтобы все были здоровы. Это самое важное. Ну здоровы не только телом, но и душой хотелось бы. Жанна Зудракс дважды лауреат премии «Наше Подмосковье» в номинациях «Наследники Победы» и «Доброе сердце». Анна Пыльцина, Антон Рябов, Мария Барсукова. ИТВ.